Состоялось первое в этом году заседание постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого округа по вопросам образования, культуры и спорта. В ходе заседания представители профильного департамента отчитались об исполнении в 2020 году национальных проектов, курируемых ведомством. В частности, речь шла об исполнении показателей по национальному проекту образования, в рамках которого на территории региона реализуются проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая среда», «Учитель будущего». В своем отчете руководитель департамента остановился на главных достижениях 2020 года, осуществленных на территории Ненецкого автономного округа на условиях софинансирования с федерального бюджета. Созданы центры цифровых гуманитарных профилей «Точка роста» в трех школах Наринмара. Это первая, третья и пятая. Также создан аналогичный центр за счет средств окружного бюджета в школе Индиго в рамках введения эксплуатации нового здания. Центры были открыты 29 сентября 2020 года. Также обновлено учебное оборудование, материально-техническая база в коррекционной школе. Создан центр «Добра школы». Открыт был 1 сентября 2020 года. Также мы и проводим работу по, что входит в федеральный проект «Современная школа» по созданию строительства современных зданий школ, которые запланированы на следующие годы. 23-й Нельминос и 24-й поселок Искателей. Предполагается, что новые школы в Нельминосе на 135 школьников и в Искателей на 860 построят на условиях софинансирования с федерального бюджета. В рамках национального проекта образования в 2020 году также были достигнуты следующие показатели. Создан детский технопарк «Кванториум» как структурное подразделение детского и юношеского центра «Лидер». Запущен региональный портал «Навигатор» дополнительного образования Нельского автономного округа для внедрения цифровой модели развития региональной системы дополнительного образования. Функционирует центр выявления, поддержки и развития одаренных детей. С учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» создан в 2019 году на основании соглашения сотрудничества между администрацией Нельского автономного округа и образовательным фондом «Талант и успех». Руководитель департамента в ходе своего отчета раскрыл также ряд мероприятий, которые планируются осуществить в округе в ближайшей перспективе. В частности, речь идет о создании центров гуманитарного профиля «Точка роста» в ряде школ и округа. В 2021 году запланирована школа номер 2 «Барьерки» и поселок «Красная». В 2022 году запланирована школа номер 4 «Несть» и «Уськара». В 2023 году это «Искатели», «Холивер», «Нишняя пёша». В ходе обсуждения отчета депутаты дали руководству профильного департамента ряд рекомендаций. В частности, прозвучали рекомендации проанализировать работу в сфере физической культуры. Сколько человек у нас вовлечены в физическую культуру, сколько человек у нас сдали нормы ГТО, если мы тратим деньги, должно быть отдача. Сколько человек, детишек, освобождены от уроков физкультуры, сколько в разрезе школ по заключению по состоянию здоровья. И какая средняя посещаемость уроков физкультуры. Депутат Наталья Кордакова затронула кричащую, по ее словам, проблему ремонта школы в поселке Харута. «У нас на сегодняшний момент с нашей стороны проектно-смертная документация разработана. Проект есть, все, нам необходимо финансирование для того, чтобы объявлять торги и дальше уже непосредственно реализовывать проведение ремонта. Мы на сегодняшний момент уже продумывали схему о том, что в случае, если будет ремонт, мы понимаем, что школу необходимо закрывать. И мы понимаем, что мы не сделаем это быстро, за месяц, за два, за три, с учетом в том числе логистики в Харуту. Уже прорабатывали вопросы, куда мы сможем разместить школу, каким образом пока она ремонтируется. Но без средств мы ничего не сделаем». Решение вопроса по ремонту школы в поселке Харута депутатская комиссия по вопросам образования, культуры и спорта взяла на особый контроль. Депутат Матвей Чупров также выразил свое мнение по кадровой политике в сфере образования. Он считает, что нельзя сокращать должности заучей младших классов в крупных школах города Нарьинмара, так как это произошло в 4-й городской школе, где действительно очень большое количество младшеклассников. Также в ходе первого в этом году заседания комиссии депутаты утвердили план законотворческой деятельности на 2021 год.